Блаамберг, США, немецкие железные дороги должны быть благодарны Грете Тунберг, Леонид Бершицкий. Блаамберг, США, 18 декабря 2019 года. Вот вывод из получившего большую огласку спора в Твиттере между климатической активистской Гретой Тунберг и компанией «Деущий Бан», государственным немецким оператором железных дорог, железнодорожной компании, на самом деле, не готовы к увеличению количества пассажиров, которые хотят меньше летать, чтобы сократить таким образом свой вклад в выброс углеводорода. В воскресенье Тунберг разместила в Твиттере свою фотографию, на которой она изображена сидящей в проходе вагона, рядом с кипой багажа. «Еду на переполненном поезде по Германии», – написала она. «Наконец-то направляюсь домой». «Травелин конаверчера у Детро инструк Германы». «Антимфиналы он мы в Айоме». «Пич.твиттер.чон слеж ССФЛЦПСР 8О». «Грета Тунберг», «Собака Грета Тунберг», «Дичембер 14-2019». «Компания Деушибан ответила в рейском тоне и поблагодарила Тунберг на то, что она поддерживает усилия железных дорог по защите климата и использует на 100% чистое транспортное средство. Однако было сделано еще и такое дополнение, было бы еще лучше, если бы вы сообщили о дружелюбных и компетентных услугах, предоставленных вам нашей командой на вашем месте в вагоне первого класса. «НОЧЩА НЕРУ ОРЕЗГИ УИСИН, ЭНДУЗУС АДЗЛИЧА УЧБЕРЕ ЧТЕТАТ ТЕВСТ, УИФРЕУН ДЛИЧУНТЬ КОМПЕТЕНТ ДУВОНЮН СЕРИМ ТЯМАНДЮИНИМ СИЦПЛАЦЕН ДЕРЕРСТЕН КЛАССИБИ ТРЕУТ УАРДЕН БИСТ». «Решетка Грета 2-2», «Деушибанок», «Собака ДБ», «Подчеркивание прессе», «Дичембер 15-2019». «Этот ответный удар», отличающийся весьма нехарактерным для немцев использованием частной информации, вызвал вскоре ответную реакцию. Как объяснила Тунберг, тот поезд, на котором она должна была поехать из швейцарского базиля, был удален из расписания, и поэтому она вынуждена была сидеть на полу на двух разных поездах, пока она не добралась до Готингена, расположенного на расстоянии в 550 километров, 340 миль. «Это, конечно же, не проблема, и я никогда не говорила, что это проблема, написала она. Переполненные поезда – это отличный знак, потому что он означает наличие большого спроса на поездки по железной дороге. «Ауритроин фромбасилу астаки наутов трофич, суэсатюн тэфлаурун два дифферент троинс, автерготтингены год асиат точка тысяч на проблемах чурси антиэнниверсаиты тоась. Аверчерауде троинси согрят сигнбича усеет мян стадимант форитроин травелысок». Грета Тунберг, собака Грета Тунберг, дичембер 15, 2019 К этому моменту, конечно же, вся эта история приобрела вирусную популярность. Немецкое телевидение принялось анализировать маршрут поездки Тунберг с помощью карты. Обозреватель газеты Bild продемонстрировал солидарность с компанией девуши, бы она назвала опубликованное фото постановочным. «Грета без места и есть наша собственная Грета, она не может просто так получить место, как это делаем мы», — отметил он. «Но у меня возникает вопрос, насколько реально Грета?» Ичинтбелевитиси сапенинг. «Решетка Грета С-троинюрнианал и сет, уитамапь, энчасипиоплиданткну уэриготтингенэнс, хттпс двоеточие слеж 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 т.ч слеж С4ХММЗТКУХФ, через ТН1ДАЛ, собака Чагиндал, дичембер 16, 2019» — это неправильный вопрос в данном случае. Имело бы больше смысла спросить вот о чем, каким образом пассажир из вагона первого класса оказался на полу во время столь продолжительной поездки, да еще с пересадками. Ситуацию усугубилось тем, что тот поезд, на который у Грета, действительно, был билет первого класса, 14 декабря не прибыл по расписанию. Региональные и местные поезда курсируют с большей пунктуальностью, поэтому статистика компании «Деущий Бан» выглядит лучше. 98,4% поездов прибывают с отставанием не более 5 минут от указанного в расписании времени. Однако именно в случае с длинными маршрутами пунктуальность важнее всего. Если пассажир опоздает на пересадку, то его путешествие после этого может оказаться непредсказуемо долгим и некомфортабельным. Иногда невозможно даже получить такое же, как у Грета, место на полу. Причина подобного скатывания вниз удивленно вызывает. Компания «Деущий Бан» сталкивается с нехваткой персонала, а также со стареющим парком локомотивов и вагонов, а что касается инфраструктуры, то она все больше требует ремонта. По данным недавно проведенного анализа, инвестиции в Германию в железные дороги на душу населения составили в прошлом году всего 21% от вложений в эту отрасль Швейцарии, обладающей лучшей железнодорожной сетью в Европе. Кроме того, эта сумма была на треть меньше, чем в Соединенном Королевстве. Тем временем, интенсивность использования железных дорог в Германии возрастает. Люди привыкают к хорошему обслуживанию, и поэтому, когда оно ухудшается, они, как правило, испытывают глубокое разочарование. В результате немцы в меньшей степени довольны пунктуальностью и надежностью путешествий по железной дороге, чем жители многих других стран, где поезда приходят вовремя не так часто. Количество респондентов, довольных пунктуальностью и надежностью путешествий по железной дороге, в Германии меньше, чем в большинстве европейских стран. Вопрос о том, чтобы сделать поездку по железной дороге более привлекательной альтернативой по сравнению с самолетом, активно представлен в политике немецкого правительства, посвященной защите климата. Компания «Деущий Бан» рассчитывает получить 118 миллиардов долларов в период с 2020 года по 2030 год, а сделано это будет в различной форме государственной помощи, в том числе за счет более низкого налога на добавленную стоимость на билеты. Это сокращение немецкая компания обещает полностью распространить на пассажиров, а также в виде инвестиций в инфраструктуру. Компания «Деущий Бан» должна поблагодарить Тунберг за значительную часть этой поразительной щедрости со стороны государства. Популярность Греты среди молодых людей сделала проблему сдерживания изменений климата одним из главных приоритетов во всех странах Евросоюза, но особенно в Германии, где традиционные политические партии с завистью смотрят на то, как зеленые. Согласно опросам, по популярности поднимаются на второе место. Одно это должно было заставить компанию «Деущий Бан» проявить больше внимания к Грете Тунберг. Фотография этой молодой коны, вынужденной сидеть на полу в поезде, да еще с билетом первого класса в кармане, нельзя считать прекрасной рекламой для тех пассажиров, которые хотят переключиться с самолета на поезд. Даже до того, как государственные деньги начнут поступать, оператору немецких железных дорог нужно будет предпринять значительные усилия, чтобы повысить эффективность своей работы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.